И эту тема более подробно обсудим с чрезвычайным и полномочным послом Украины, заместителем министра иностранных дел Украины с 2004 по 2005 год, посол Украины США с 2006 по 2010 и посол Украины во Франции с 2014 по 2020. С нами на связи Олег Шамшурс. Олег, здравствуйте, рада вас приветствовать. Доброе утро. Здравствуйте. Вот тут о дипломатической силе. Позвольте вас спросить в первую очередь. О дипломатической силе, о заявлениях, о заявлениях от разных высокопоставленных лиц. Насколько сегодня на таких отдаленных международных площадках, отдаленных я имею ввиду в расстоянии, как мы видим, чем дальше та или иная страна, государство, тем хуже им виднеется то, что происходит в Украине. Как вы считаете, дипломатические заявления, дипломатические призывы, насколько они по состоянию на сегодняшний день важны и результативны, скажем так? Если говорить о странах, участницах антипутинской коалиции, то эти заявления или сразу же, или через некоторое время трансформируются в предоставление помощи Украине и, прежде всего, помощи военной. Значительно более сложная ситуация с теми странами, которых в последнее время называют коллективным югом. Тут ситуация более сложная и все, к сожалению, большинство этих стран занимает, ну скажем так, выжидательную позицию. Естественно, нас прежде всего интересуют позиции таких лидеров этого коллективного юга, как Индия. И в отличие от Китая, как раз с Индией надо работать. И что касается Индии, то тут ситуация таким образом складывается. С одной стороны, те заявления, о которых говорили, заявления Моги о том, что сейчас не время войны, время мира, время переговоров. С другой стороны, Индия до сегодняшнего дня остается одним из основных потребителей российской нефти. И тоже не надо строить иллюзии. Все-таки Индия – это та страна, которая сейчас выходит на передовые позиции в мировой политике, но которая при этом руководствуется исключительно своими интересами. Я хотел бы сказать, что в отличие от Китая, который был и остается, и я думаю, останется союзником России, как раз Индия пытается балансировать, и она очень внимательно слушает то, что делают и говорят прежде всего Соединенные Штаты. То есть тут есть определенное окно для возможностей, но пока Индия занимает такую, ну, в данном случае какую-то пытается занимать нейтральную позицию, но хотелось бы, чтобы их слова подкреплялись прежде всего реальными действиями и сокращением сотрудничества с Россией. Такая вот тут возникает вопрос, а что же тогда для подобных стран, вот для Индии в свою очередь, приоритет – это дипломатические заявления, обращение к ней, показать, что происходит в Украине, либо все-таки приоритете личная выгода, экономическая, понимая, что Индия и Российская Федерация, они взаимосвязаны огромными потоками, если не ошибаюсь, сырьевыми в том числе, не говоря уже о военными. Безусловно, для Индии, я об этом сказал, основное – это индийские интересы, и причем Индия, ну, страна барминов, они прямо об этом заявляют, без всякого стеснения, что главное – это интересы Индии, индийской экономики, накормить население страны, которое занимает первое место в мире, обогнав Китай. В то же время эти заявления говорят о том, что они прислушиваются и присматриваются к действиям Соединенных Штатов Европы, потому что эти страны являются важными экономическими и политическими партнерами для Индии. Индия входит в так называемый квад в азиатско-пехьянском регионе вместе с Соединенными Штатами Австралии. То есть тут они пытаются балансировать, и я думаю, что этим как раз должна и пытается воспользоваться и европейская, и американская дипломатия, наша дипломатия, но эта задача достаточно серьезная. Прежде всего, Индия должна видеть в свой индийский интерес в том или ином дипломатическом действии. Вот, собственно, что может послужить этому интересу, и учитывая то, что, да, вы упомянули о том, что Индия сейчас в очень выгодном положении, поскольку она может закупать нефть у Российской Федерации, но насколько это все-таки зависимость от Российской Федерации, как говорится, а куда же она еще денется, если мы видим, какие эмбарго наложены в связи с санкцией против Российской Федерации. Поэтому, по сути, Индия экономически выгоду и не теряет, но дипломатически, политически могла бы обрести тот же вес. Вы также еще упомянули о Кваде, где Австралия, США, и та же Япония, которая поддерживает Украину. Собственно, в этой четверке можно было бы тоже занять такую довольно-таки сильную позицию правды. Ну, в принципе, хотелось бы. Я большие надежды возлагаю на развитие, скажем так, экономической конъюнктуры. Недавно я видел сообщение о том, что сейчас в Индии уже пытаются сократить потребление российской нефти по двум причинам. Во-первых, она становится более дорогой. Это уже не дисконтная нефть, которая интересует Индию. С другой стороны, они видят, как относятся к покупкам российской нефти Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты являются все-таки таким, я бы сказал, практически стратегическим партнером для Индии, учитывая и экономические интересы, и интересы противодействия Китаю. Вот это, ну, я бы сказал, противоречие или сложное положение Индии. Вот они пытаются балансировать, потому что, с другой стороны, известно, я сказал, что Индия член Куат, а с другой стороны Индия член Брикса вместе с тем же Китаем, Бразилией, Россией и Южной Африкой. То есть вот эта страна, которая все время балансирует, но при этом, я еще хотел бы подчеркнуть, будет и руководствоваться сейчас, и будет это дело в будущем, исключительно своими интересами. Позвольте уточнить, так я правильно понимаю, в вопросе Индии, если мы за нее говорим, тут приоритет и лидерство будет держать тот, кто предложит более выгодные условия, предложения? Да, 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 именно так. То есть и индийцы, я сказал, это страна абраминов, то есть они не скрывают и не боятся заявлять, что для них главное это экономическая выгода, для них главное накормить свое население. Все остальное, ну скажем так, занимает уже задние места в приоритетах Индии. И из этого надо исходить, и это надо понимать. Хорошо, тогда что же Украина может предложить Индии, чтобы тоже были какие-то интересы в этой стране? Я думаю, что Украина может предложить какие-то экономические проекты, говорить с Индией с точки зрения того, что эта страна пытается говорить все более сильным голосом на международной арене. Все-таки обойтись без того, чтобы оставить какие-то принципы. Но я тут вижу больше возможностей не для Украины, а для влияния наших партнеров и прежде всего Соединенных Штатов. Ну и также Европейского Союза. Все мы, вернее, видели недавний визит МОДИ в Париж, как это происходило, как это было обставлено. То есть это тоже важный канал влияния и общения с Индией. Ну вот тогда давайте обратим внимание на всю двадцатку. Вот помощь в заключении мира между Россией и Украиной не входит в задачи большой двадцатки. Эта цель может быть достигнута ООН или в результате двусторонних переговоров, заявил Амитабх Кант, шерпа Индии в G20, сообщает «Голос Америки». Я же напомню, что Индия сейчас председатель большой двадцатки, и следующий саммит группы 20 пройдет в Нью-Дели в начале сентября. На долю государства, входящих в G20, тут хочу обратить внимание, приходится более 80% ВВП всего мира. Так вот, если даже председательство перейдет к другой стране, если, к примеру, пока не закончится председательство Индии, она пускай считает, что нет, G20, это не та площадка, где как-то можно договариваться о мире в Украине, но, тем не менее, о помощи, насколько нужно участие всех членов двадцатки, единогласное, возможно, чтобы, возможно, где-то и помочь экономически или даже повлиять друг на друга. Все-таки 80% ВВП мира сосредоточено именно в этих странах, которые входят в G20. Вот насколько разные мнения имеют страны G20 по отношению к войне России против Украины? Если, скажем, сравнивать двадцатку с семеркой, то они существенно отличаются, потому что семерка состоит как раз из тех стран, которые являются основой антипутинской коалиции. Ситуация в двадцатке значительно более серьезная. Кстати говоря, то, что вы сказали о заявлении индийского представителя, говорит о том и подтверждает то, что я сказал. Что касается двадцатки, то тут, ну, скажем так, очень разношерстный состав. С одной стороны, те государства, которые являются партнерами, союзниками Украины. С другой стороны, такие страны, как страны Брикса, такие страны, как Индонезия, Аргентина. Ну, в определенной степени, в значительной степени, я даже сказал. И Турция все говорит о том, что тут, скажем, наша поддержка Украины не есть гарантированной. Для этого необходимы усилия наших партнеров. И это мы видели, что это возможно на встрече в Бали. Тоже надо учитывать, что после Индии, как раз, председательствовать в двадцатке будут страны Брикс. Брикс – это Южная Африка, а до этого Бразилия. То есть как раз будет вот такая вот Индия, Бразилия, Южная Африка. Ни Бразилия, ни Южная Африка не являются нашими сторонниками. Более того, они поддерживают Россию. И, как вы понимаете, от председательствующей страны достаточно многое зависит. То есть тут необходимы, я бы сказал, сверхусилия наших партнеров. И позвольте тогда уточнить, если мы сейчас видим политику Китая, можно ли ее сравнивать с политикой, прошу прощения, политику Индии мы наблюдаем, можно ли ее сравнивать с политикой Китая? То есть и рукопожатны с Путиным, но не спешат осуждать Россию и поддерживать ее одновременно. Я бы сказал таким образом. Что касается Китая, об этом мы, мне кажется, даже с вами уже не один раз говорили. Это страна, которая партнер, союзник России, она была, есть и останется. То есть, возможно, некоторые нюансы, но в целом до тех пор, пока это будет выгодно Китаю, Россия будет пользоваться поддержкой этой страны и будет пользоваться поддержкой по всему спектру, от экономического сотрудничества до уклонения от и обхода санкций. Что касается Китая, пытается навязать свою адженду, свою повестку дня в международных отношениях, то есть однозначно китайскую. Что касается Индии, то она и вынуждена, и хочет балансировать, скажем, между вот этим своим экономическим интересом в получении дешевых российских ресурсов и, с другой стороны, сотрудничества с Западом. То есть, прежде всего, Соединенные Штаты и МИЕС. И вот тут, как я уже сказал, есть окно для возможностей пытаться влиять в положительном для нас направлении на политику Индии. Что, я абсолютно уверен, с Китаем абсолютно бесперспективно, по крайней мере, сейчас. Так вот, о выгодах, да, и наоборот, в утрате выгоды. Война России против Украины влияет на страны J-20, чтобы они, ощутив это, все-таки обратили внимание на эту проблему? Да, влияет, и Елена об этом сказала, это влияет на международную экономику. И, естественно, если вы спросите эти государства, они все за то, чтобы заключить как можно быстрее мир, прекратить войну. Но дело в том, что если посмотреть на мирные предложения того же Китая или те предложения, с которыми приезжали африканские лидеры, это, в принципе, не тот мир, который нужен Украине. В этом проблема. То есть они абсолютно не считаются с нашими интересами. Спасибо вам большое, Олег Владиславович, за то, что нашли время, присоединились к эфиру. Напомню, Олег Шамшур был на прямой связи, чрезвычайный и полномочный посол Украины, заместитель министра иностранных дел Украины с 4 по 5 год на связи с нами был.